В продолжении темы благодарности скажем о пользе быть благодарным. Благодарные люди более успешны в отношениях и более благополучны. Способность выражать благодарность положительно влияет как на наше душевное состояние, так и на физическое. Психологи рекомендуют чаще говорить окружающим слова благодарности и делать это искренне. Вовремя сказанное спасибо способно повысить иммунитет. Одна из форм человеческой благодарности это памятники. На набережной Новороссийска установлен памятник маленькой промысловой рыбке хамсе. Чем дюймовочка из отряда сельдеобразных заслужила почтение новороссийцев в нашем следующем сюжете. Мы на набережной Новороссийска. Это ее новая часть. Памятник хамсе был установлен два года назад и не в шутку, а за спасенные Великую Отечественную послевоенные годы жизни. Выразить свою благодарность маленькой рыбке хотело не одно поколение новороссийцев. С сентября 1942 по сентябрь 1943 большая часть новороссийска была оккупирована. В течение года фашисты пытались прорвать линию обороны, но дальше цементного завода Октябрь на восток им пройти не удалось. Рыболовецкие суда от современных тогда траулеров до тихоходных шалан стали на защиту родного города. Так вошедшая в историю скумбрия стерла с лица земли артиллерийские батареи фашистов. Деревянная шхуна была оснащена установкой Катюша. Рыбаки воевали и занимались ловом. Несмотря на ожесточенные бои с риском для жизни, они перевыполняли план по заготовке рыбы в несколько раз. Для ловли использовались даже маскировочные сети. Путина Черноморской хамсы как раз начинается в октябре и длится весь осенне-зимний сезон. Это невероятная вкусная рыбка, любимица на столе новороссийцев. Ее продают в магазинах, на рынках и на ярмарках. В городе даже проводится фестиваль хамсы. В те 12 месяцев противостояние эта промысловая рыба стала единственной пищей новороссийцев. Памятник представляет собой сбившуюся в стайку серебристую рыбу из 450 мелких рыбешек. Косяк погоняет пара крупных ершей. Памятник установлен на постаменте в виде волны. Надпись начинается «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев». В тему благодарности хочется рассказать еще об одном памятнике маленькой рыбки. Он установлен также на Черноморском побережье в Адлерском районе и установлен на средства горожан. Оказывается, еще 100 лет назад те места из-за их заболоченности кишели малярийными комарами и жить там было достаточно опасно. И свирепствовала желтая лихорадка – малярия. В 1925 году с североамериканского континента туда была завезена маленькая рыбка – гамбузия. А для нее лучшим кормом служили личинки комара. Так маленькая иностранка истребила из района Большого Сочи колонию болезнетворных комаров. Конечно же, сами рыбки не ведали, что стали спасением для людей. Это было их предназначение. Но восхищает мудрость и забота Бога. Его любовь стоит того, чтобы нам людям быть за это благодарными.